Привет, друзья! И вам, враги, привет! Ну, посмотрите, как на меня действует Сочи. Представляете, у меня волосы выросли. На улице шикардосная погода, правда, пасмурно. И вот так вот действует Сочи, кстати, на людей, представляете? Ну, не знаю, у меня придётся каждый день просто бриться, стричься и так далее. Сегодня обсудим очень интересную тему. Я уже вчера снял видео на эту тему и думал, ну, как бы всё, до свидания. Но нет же, сегодня утром, сидя на унитазе, зайдя во вражескую сеть под названием Инстаграм. Я подписан на Севу. Севлантия, Савлантия. И он выбрасывает видео, которое я вам чуть попозже покажу. И давайте с вами обсудим. Мне кажется, что это где-то за границей. Хотя, может быть, это западная Украина. А на Украине же не выпускают мужчин. От 18, да, кажется, до 65, что-то такое. Хотя у Севы, как бы, такие много столько всяких знакомых, которые, я думаю, что он без проблем может выпрыгнуть с Украины. Ребята, я вам сейчас покажу лайфхак. Вот такие вот вкуснячие кексы, ну, так сказать, на Пасху я приготовил. Они очень-очень вкусные. Это я покупаю смесь пудов. С-пудов. Так, сейчас я вам из помойки уже достану. Вот. Я взял, значит, в этот раз вот такой вот. С-пудов кекс апельсиновый. Я думаю, он везде есть. И в пятерочках, и в магните, магните он стоит 48, что ли, рублей. Или 52. Что-то около этого. У меня получились такие шикарные кексы. Там нет ничего. Это не реклама, естественно. Там нет ничего лишнего. Там только то, что нужно на кекс. Какая мука, сахар, сода. Какая-то изменить черная апельсинная корка, что такое. Но он обалденно просто нереально вкусный. Сейчас я буду пить чай с ним, потому что только проснулся. Пью свой цирконий. Пью свой цирконий. Место кофе, на которое я перешел. Ну, прям офигенски. Потому что кофе, это, конечно, капец, на улице. Пасмурно. Но тепло. Мусорка на месте. Шикарный, конечно, вид у меня из окна. Вчера шел дождь целый день. Но я все равно, кстати, прошел 23 тысячи километров. Я дошел до Мацеста и обратно. По тропе здоровья, по которой я уже ходил. Нет, кстати, слушайте, прохладненько. Ну, еще дня два, наверное, такая погодка побудет. И должно уже наступить тепло. Вот. Так что, ребят, ну давайте обсудим. Я думаю, что Сева на меня не обидится. Да. Я хайплю. Я думаю, что многие никчемные блогеры, у которых мало просмотров, подписчиков, сейчас все на этом хайплят. Это, блин, наверное, тема номер один на Ютубе, который вот именно в этой теме вот снимают видео. Такие домашние влоги там и прочее там и подобное. Так что смотрите, я сохранил видео, которое он выложил в Инстаграме буквально полтора-два часа назад. И давайте обсудим. Может, кому-то это знакомо место. Мне просто интересно, где это. Он там ни слова не говорит, но прикол, наверное, в этом как бы и есть. Так что вставляю видео. Так что извините но как посмотрели может кому-то это знакомы эти места но у меня такое ощущение что там такие домики такое все это самое хотя там кажется где-то подальше там прям березка он показывает своего томаса естественно что он его перевез мне просто интересно если он сдриснул получается за границу то зачем он тогда свою маман то не вася отвез не ну понятно там по дому понятно непонятно правда непонятно приняли там а вой или или он просто снял этот дом а вот ну понятно богатей богатейский мама маманку свою отвез в на западную украину в такой квартире сам не захотел жить да я думаю что она его уже немножко поэтому вот но и тут мне как бы интересно этот бобреныш показывал видео что они там прямо как там совершенно какая-то другая природа и дом вроде другой а тут такая типа похоже на какая-то типа коттеджная коттеджная деревня или что-то такое ну вот мне интересно давайте обсудим напишите в комментариях мои постоянные подписчики вы извините что сейчас совершенно вообще как бы из другой темы мне там уже написали типа кто такой сам вал мы типа не знаем вообще такого стану а я вот знаю я уже главен что я его смотрю уже лет пять наверно точно на протяжении пяти лет и многие мои даже знакомые близкие друзья которые вообще не смыслят ю тубе это знает про него потому что я периодически рассказываю ну подсел я вот уже говорил не знаю как я подсел давнишние предавнишние видео где они с лёшей с которым поет он в этом как его звать там драм-театре когда они были в москве мне случайно попалось это видео вот и я буду вот реально подсел начал смотреть там пару видео посмотрел потом такой не подписался ничего потом она мне начало влазить это видео и все и я подсел так сказать на эту семейку ну этих а даме этик этика дамяна я не смотрю ну это совсем прям кисло нудно этот ремонт никому не нужны который я думаю что будет длиться годами в каждом видео на 30 минут показывать как он выбирает обои нам это нафига нам нужны драки разборки прикольная кстати нашел парик старый чем-то кстати похож на новодворскую ну ты что ефи пока новодворска валерия ильинична спасибо я прибрежневина сиделась царство я небесная кстати хорошая была женщина не выдержала житья в россии ой ну хотел сказать что пойду сейчас на море нет или да но мне нужно сходить набрать водички кстати на меня уже косо смотрят потому что написано что максимум можно набирать 0 5 воды а я короче это вы не подумайте это не анализы это я этот иван-чай иван-чай короче подержим если куда-то иду гулять я с собой беру бутылочку хотя а вот это вот бутылочку у меня для это для минералки этот не знаю кстати сколько здесь здесь не написано нигде либо 06 либо литр но точно 05 из-за того что я набираю там по пара бутылок на меня вот эту тетку уже косо посмотрел но ничего не сказала там написано что можно пить только из стаканчиков это вот минеральную воду пластунскую в билете бесплатном возле зимнего театра кто будет сочи либо набирать не больше 05 но у меня бутылки побольше но я думаю что потому что мне очень нравится это вода и реально она вот там для желудка для диабетиков там для печени для почек и так далее но она реально прикольная мне прямо нравится извините за такое это самое у меня нормализовался стул так сказать нормально че здоровый человек должен какать ходить раз в день когда просыпается через какое-то время через 15-20 минут насколько я знаю как горит елена маша или васильна мыши друзья это норма каждый раз когда ты просыпаешься буквально через десять-пятнадцать минут ты должен идти покакать должен идти покакать вот это говорит о том что у вас желудка в данный момент все дорогие друзья в порядке вот и все и вот я вот начал пить уже дней пять наверно пью и у меня реально дня через два я вот извините сражение просыпаюсь и реально через десять-пятнадцать минут туда в туалет кишечник очищены все шикарное настроение хорош и мы сейчас будем есть мой кексик вкуснячий но вам я этого не покажу потому что это не мукбанк и тебя вылечит и тебя вылечит и меня дорогие друзья вылечит ну все всем всего хорошего мирного неба над головой не болейте друзья мои и не ходите естественно по другим каналам потому что здесь любит вас подписывайтесь и поставьте обязательно лайк пожалуйста